Доброе утро! Вторник, 12 июля. Мы начинаем его вместе с вами. С вами ведущие программы «Утро дома» Анна Кузина и Юрий Критенко. Мы выходим в эфир на русском языке для того, чтобы как можно больше людей знали правду о том, что происходит в Украине. И сегодня мы расскажем, как парикмахеры и спидкуберы объединились в борьбе против российских оккупантов. Покажем реальные истории украинцев, которые борются с онкологией во время войны. Развенчаем мифы кремлевской пропаганды о российском Донбассе. Это бесспорно территория европейской Украины. А заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем разложит по полочкам, что такое транспортный безвиз. Начинаем день вместе. И пусть он принесет только хорошие новости. Сегодня 12 июля и свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых романтичных профессий – стюарты и стюардессы. Да, работа интересная. Можно и мир увидеть, и заработать. А сколько сил забирают все эти рейсы, особенно трансконтинентальные. Да, но согласись, Юра, каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Вот мы с тобой, например, очень рано просыпаемся, но от этого любим свою работу не меньше. Золотые слова. А еще этот день православный отмечает день апостолов Петра и Павла. У кого есть знакомые с этими именами, можно смело поздравлять с Днем Ангела. Чем еще примечательно 12 июля в истории, мы узнаем из нашей традиционной рубрики «День в истории». Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones отмечает сегодня день рождения. На один из ее первых концертов было продано лишь три билета, а сегодня Rolling Stones собирает стадионы поклонников. График гастролей музыкантов расписан на годы вперед. Создать музыкальную группу решились бывшие одноклассники Мик Джаггер и Кит Ричардс во время случайной встречи. Пообщавшись, ребята выяснили, что у них есть общая страсть рок-н-ролл. И к тому же общий приятель – гитарист Дик Тейлор. Собравшись втроем, они создали музыкальный коллектив, ставший альтернативой битлам. Пригласили еще троих музыкантов и провели первый концерт в лондонском клубе Марки. Популярность пришла к Rolling Stones в 1967 году. Тогда рокеры представили музыкальный альбом Between the Buttons. Общий тираж альбомов The Rolling Stones составляет более 250 миллионов экземпляров. В 1989 году коллектив приняли в зал славы рок-н-ролла, а спустя пять лет рок-группа заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Фронтмен рок-группы Мик Джаггер поддержал Украину в борьбе за свободу. В своем аккаунте музыкант разместил фото синежелтого флага, а также прикрепил ссылку для помощи Украине. Сегодня день рождения украинской исполнительницы Екатерины Кондратенко, более известной под псевдонимом Катя Чили. Дебют певицы на телевидении состоялся, когда ей было 8 лет в рамках концерта «Дети Чернобыля». Тогда Кондратенко исполнила песню из мюзикла о Мэри Поппинс «33 коровы». Своими вокальными данными юная звезда покорила множество слушателей, а также талантливого композитора Сергея Сметанова. Маэстро помог тогда еще малоизвестной Екатерине Кондратенко сделать поп-авангардный проект под именем Катя Чили. В 1988 году исполнительница выпустила первый альбом «Русалки Индахаус». В него вошло 9 композиций. Затем она начала гастролировать в Польше, Германии, Швеции, а также выступила с концертами в США. Манера исполнения Кати Чили весьма отличается от музыкальных стандартов, а песни певицы полны этнических элементов. В 2020 году она была участницей национального отбора на Евровидении, где исполнила композицию «Пич». 12 июля 1985 года свой первый испытательный полет совершил украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ан-71. Его спроектировал главный конструктор государственного авиационного предприятия «Антонов» Павел Науменко. Ан-71 впервые в истории самолетов «Антон» оборудовали системой противоштопорного парашюта. Для управления летательным аппаратом нужен экипаж из трех человек. На своем борту Ан-71 может транспортировать 32 тонны груза и находиться в небе до пяти часов. Несмотря на отличные характеристики, серийное производство Ан-71 не началось, поскольку самолет так и не передали на испытания государственной комиссии. Сейчас Ан-71 не эксплуатируется. А каким будет 12 июля 2022 года, зависит от каждого из нас. Сегодня украинцы всеми возможными способами поддерживают вооруженные силы Украины в борьбе против российских оккупантов. Конечно, для наших защитников ни денег, ни времени не жалко. Я недавно видела сюжет о девочке 10-летней из Чернигово, которая обрезала свои длинные волосы, потом продала их, а все вырученные деньги отдала на вооруженные силы Украины. Какая маленькая, уже сознательная украинка. За такими гражданами будущее нашей Украины. Больше о благородных поступках во имя победы в нашем следующем сюжете. Продолжение следует... Средняя цена на стрижку в салоне Янса около 150 долларов. Чтобы собрать побольше денег для украинцев, команда стригла клиентов бесплатно, но при минимальном пожертвовании в 25 долларов. К вечеру акционного дня поток желающих был нескончаемый. Так что на помощь мастерам пришли их коллеги из других салонов. Они бомбят все. Школу, парк, дом. Нет у меня больше школы. Даже зоопарк бомбили. 13-летняя украинка Елена рассказывает немецкому парикмахеру Даку Барберу ужасы, которые пришлось пережить ей и ее родным в Харькове. Дак внимательно слушает, задает вопросы и мастерски выполняет свою работу. Бесплатная стрижка – это самое меньшее, что я могу сделать для помощи украинцам, пострадавшим от войны. Своих коллег и всех неравнодушных я призываю поддерживать украинских беженцев. Делюсь с ними сайтами организаций и способами, как лучше всего оказать людям помощь. Георгию из Харькова стильная стрижка Дака явно по душе. А сам парикмахер говорит, что идея бесплатно стричь детей и обмениваться с ними жизненными историями вдохновила его на новый проект. В будущем мужчина планирует посвятить свою жизнь путешествиям по миру, чтобы даром делать прически тем, кто нуждается. Обычно по воскресеньям этот салон в Сан-Антонио в штате Техас закрыт, но с начала войны в Украине его хозяева пересмотрели рабочий график и в выходные открыли двери всем, кто хочет помочь украинцам. Клиентов встречали парикмахеры в футболках с надписями «Стрижки для Украины». Мытье головы и стрижка на период акции стоили 30 долларов. Все собранные средства передали украинцам, находящимся в зоне боевых действий. Вы смотрите «Утро дома» и дальше мы поговорим о здоровье. Многие жители Украины ведут войну на двух фронтах. И это в большей степени касается онкопациентов. Мне даже сложно себе представить, через что они проходят, учитывая наши военные реалии. Это правда. Да и ужас в том, что из-за военных действий много людей, особенно на оккупированных территориях, оказались своего рода заложниками ситуации. Да, необходимые препараты не достать, химию и радиотерапия не проводятся. Многие врачи вне зоны доступа. Реальные истории о том, как украинцы противостоят тяжелым недугам во время войны, в нашем следующем сюжете. У них две войны. И обе за выживание. Украинцы с онкозаболеваниями вынуждены проходить химиотерапию под звуки сирен и вражеских обстрелов. При этом стараются сохранить оптимизм и желание победить страшную болезнь. В 2020 году у Юлии Чемид из Кропивницкого обнаружили лимфому Ходжкина. Это заболевание лимфатической системы. После шести курсов лечения врачи сказали, что болезнь отступила. За несколько дней до российского вторжения Юлия сделала компьютерную томографию, которая показала, что все в пределах нормы. А в начале апреля девушка прошла плановую ультразвуковую диагностику, показавшую, что болезнь вернулась. Необходимо было срочно делать новое сложное обследование. Я подзвонила до феофании, потому что мне сказали, что они работают под час войны. И мне ответили коротко. Первый запись 2-го червня. Это было 7-й квитня. Я подумала, как? Если у меня за месяц такой прогресс проходит, то что будет 2-го червня? Девушка позвонила в другие клиники. И там тоже не удалось записаться на диагностику. Наступило отчаяние. Было обидно, больно и страшно, говорит Юлия. Но вдруг ей позвонили из больницы и сказали, что освободилось одно место. Юлия сделали необходимое обследование. Заключение врача прочитала не сразу. Боялась. Там было написано саме рецидив. Уражение селезинки, кисткового мозга. Какаясь там пухлина в мене маленькая в легенях. Какаясь кулька. Не пухлина, а кулька. И, знаете, тут тревоги. И тут я со своими обстежениями. И оно все докупи. И я помню, что я тогда была на улице. И я начала плакать прямо на улице, прямо среди улицы. Продолжать лечение или нет – это решение Юлия приняла не сразу. Помогли лечащий врач и поддержка родных. Сейчас девушка прошла два курса химиотерапии. Если они окажутся эффективными, сделают пересадку костного мозга. Юля верит в лучшее и строит планы на будущее. Главное – не опускать руки, говорит девушка. Так считает и Сергей Самар из Киева. В ноябре 2021 года у него обнаружили плоскоклеточный рак легкого. До своей болезни Сергей Андреевич работал врачом. Но даже ему услышать такой диагноз было непросто. Конечно, это был стресс. Каждый, казалось бы, готов к разным несчастьям. Но рак окружен мифологией, легендами, не самыми радужными. Поэтому, конечно, в несколько дней это была психологическая катастрофа. Но спасибо друзьям, коллегам. Вот они одного меня не оставляли. Дочери спасибо. Их поддержки было бы намного труднее. Мысли были разные, говорит Сергей Андреевич. А тут еще война добавила стресса, хлопоты и переживаний. Полноценное лечение получить в бомбоубежище было невозможно. Поэтому три курса иммунотерапии он пропустил. В подвале еще пара сеансов было. В подвале клиники капали, но по сокращенному варианту, что уменьшало шансы на выздоровление. Необходимо было подобрать другой препарат. Его предоставили в благотворительном фонде. И лечение дало положительный результат. Опухоль стала уменьшаться. Чтобы поставить точку в борьбе с болезнью, терапия должна продолжаться еще два года. Это шанс. Шанс продолжать жить. Конечно, лечение и болезнь дали много побоистых эффектов. Но жить можно. Можно. И у меня опять появляются планы. Поработать. Пока человек жив, надежда есть. 29 июня во французском городе Лион Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. Этот документ – еще одна украинская победа на европейской арене. Отныне правила пересечения границы для украинских перевозчиков смягчаются. Что такое транспортный безвиз, мы узнаем из интервью с заместителем министра инфраструктуры Украины Мустафой Масси-Наемом. Наша журналистка Анастасия Павлова встретилась с ним накануне и все разузнала. Здравствуйте, Мустафа. Очень признательный вам, что нашли время с нами пообщаться. И сразу хочется спросить, транспортный безвиз принят? Расшифруйте, что это и почему это для Украины победа? Расшифруйте, до сегодняшнего дня, когда у нас вартость фракту зростала очень быстро. Люди не могли вивезти свою продукцию. И, например, в прошлый год за кризис с польскими дозволами мы втратили до 500 миллионов евро, только потому что не было их. Просто рынок став. Теперь, когда мы подписали угоду, мы ее начали готовить в прошлый год в серпне, все наши перевозчики спокойно едут в Европейский Союз. То есть им не имеет такой необходимости отримать дозволы. До чего это приведет и что это нам даст? В первую очередь, особой вартость продукции, которую получают европейцы, она будет меньше. Он получает нашу продукцию дешевше, будет больше попит, мы больше вывезем. Другой, для наших товаров от праведников, для них уже не будет такой проблемы, что они могут выработать свою продукцию, а потом ее не смогли вывезти. В мировом году такая ситуация была. Поэтому сейчас это безвиз, но мы по факту стаем равноправными членами транспортной галузы всего Европейского Союза. Как это транспортное соглашение, а либерализация автоперевозок скажется на бизнесе и на украинцах? Мы получаем возможность работать на европейских рынках, так же, как работают другие европейские перевозники. Я могу вам сейчас точно гарантировать, через 3-5 лет украинские перевозники будут одним из самых больших в Европейском Союзе. В первую очередь, потому что у нас очень агрессивно развивающийся рынок перевозок. В другую очередь, у нас много людей, которые хотят работать водителями. В Европейском Союзе сейчас дефицит водителей. В первую очередь, у нас нет такой жесткой регуляции, как в Европейском Союзе, щодо вартостей и фракту, и послуг с перевозок. Сейчас польские перевозники – наибольшие в Европейском Союзе. Ихний флот складает десь там 300 тысяч автомобилей вантажных. У нас сейчас 150-170. Есть все шансы очень быстро стать одним из самых больших в Европейском Союзе. В прошлом году, за три месяца, мы выделили 600 лицензий. В этом году, за этот период, мы выделили 4000 лицензий. Это в 7 разов. 4000 просто. Уявите себе этот масштаб. До этого, пожалуйста, дайте, пожалуйста, что у нас еще не пик сезона поврожает. Мы открываем новые пункты пропуску. На румынском направлении, на польском направлении, в первую очередь. Какой механизм оформления, если простыми словами? По-перше, треба отримати ліцензію на международные перевезения. Пасажирские або вантажные. До речи, перспективный напрямок – это паливо, например, або військовые вантажные. То вы отримаете эту ліцензию. Если это небезопасные вантажные, вы отримаете еще додатковые права от ГОС Украины. У вас есть водитель, который имеет подготовку. И все. А права? Все права украинские, любого уровня, который у нас есть, сейчас визнается в Европейском Союзе. Крапка. Почему это важно? Потому что очень много людей, которые приехали, они беженцы. Надо было вернуться в Украину, перерабатывать, переведать, продолжать ресурсы. А сейчас не нужно. Они просто идут за этими правами. Когда вступает в силу? Повноценно вступает в силу после ратификации. То есть парламент и страны должны проголосовать. Но в Угоде прописано, что она может вступать в силу еще до того, как будет ратифировано. Например, чуткий сигнал от Республики Польши. Она выдала циркуляр, что за неделю у нас уже не нужно будет дозволов вообще. Мы, с моего боку, готовим наши листи. Я сподіваюсь, что сегодня-завтра мы подпишем, что эти листи будут надислены. Мы также надислимся всем партнерам, что в Украину тоже не нужно больше дозволов. Я думаю, что с странами, которые у нас есть, спальный кордон, то есть Польша, Румуния, Угорщина, Словаччина и Молдова, у нас не будет цієї проблемы. То есть мы получаем это уже день, два, три. Но мы точно понимаем, что без того, чтобы мы, а, развивали инфраструктуру на пунктах пропуску, открывали новые пункты пропуску, строили новые дороги и спрощили процедуру, черги будут всегда. Кто за это отвечает? Это прикордонная служба, митная служба, Министерство инфраструктуры, или это местная администрация, или это просто руководитель контроля митного пункта? Поэтому было створено единую рабочую группу, в которую ввошли все представители этих служб, в том числе Министерство финансов, Министерство закордонных справ, которую руководил Министр инфраструктуры Олександр Николаевич Кубраков с метою покращения ситуации на кордонах. И она складывается из двух вопросов. Это инфраструктурные вещи, строительство, и то, что мы сделали, например, на Кракевке, наш первый крок был, разведение вантажного и пассажирского потоков. Они разведены, и, за данными, которые у нас есть сейчас, за четыре недели, если брать там поревняння, у нас на 40% увеличилась количество машин, которые проезжают. И это не то, что можно приховать или намалювать на папирце. Будьте, кто сейчас едет в Кракевец, может поделиться, как там швидко проезжает, пока что легковый транспорт. За неделю-півтора так же поедут автобусы там. В нас Ягодин будет полностью перетворен на польском кордоне в полностью вантажный. Вівторок начался ремонт мостов на Ягодині. Это два пункти пропуску, которые мы делаем на польском кордоне. И сейчас, вот мы після завтра будем в Румунии. Это второй повеличенный поток, который сейчас едет через пункти пропуску на румунинском кордоне. Это Парубни, в первую очередь, и Рене-Джу-Джулешти, потому что это порт Констанца, куда едутся все вантажные. Я сподіваюсь, что нам вдастся протягом наступных четырех-пяти месяцев открыть еще два великих вантажных пункта пропуску на румунинском кордоне. Это Диаківцей и Красноїльск. Это то, что мы занимаемся сейчас. Я сподіваюсь, что до конца года у нас вопрос о черхе будет решено. Это очень важная история. Я понимаю, какие проблемы сейчас будут стыкаться наши перевозчики в эту погоду в черхах. Спасибо большое вам за содержательное интервью и за вашу работу. Спасибо вам. И вам за эту работу тоже. Россия столетиями перекручивала исторические факты и данные на свой лад. О, да. И, как мы видим, продолжает этим заниматься. Вот, например, в учебниках истории для российских школьников шестых классов отсутствует упоминание о Киевской Руси. Да, вместо этого фигурирует просто Русь. Чем удивляться, если россияне пытались присвоить себе авторство даже нашего борща украинского? На святое посигнули. Так же и с Донбассом. Но журналисты «Утродома» собрали неоспоримые факты и сейчас докажут, что это исконно украинская и европейская территория. Сражения за восток Украины идут не только на поле боя, но и на страницах учебников истории. Кремль уже много лет пытается убедить весь мир, будто Донецкая и Луганская области, иными словами, Донбасс, имеет исключительные связи с Россией и якобы должен стать ее частью. Но даже сила оружия не изменит основных фактов об истории этого украинского края, которые мы сейчас и расскажем. Нынешний Донбасс – один из самых древних населенных регионов во всей Европе. Археологические находки говорят о том, что люди жили на этих преимущественно степных землях уже 100 тысяч лет назад, то есть в конце каменного века. Но самый известный памятник древности здесь относится уже к бронзовому, и это Мергелева гряда в Луганской области. На площади в 10 гектаров расположились 4 кургана, то есть погребальных холма, и масштабное святилище, которое иногда сравнивают с британским Стоунхенджем. Хотя правильнее делать наоборот, ведь постройки на Мергелевой гряде датируются максимум четвертым тысячелетиям до нашей эры, а Стоунхендж – на тысячу лет младше. Причем нашли этот археологический памятник обычные украинские школьники. К сожалению, в 2022 году уникальная Мергелева гряда оказалась в зоне боев. В 16 и 17 веке эти земли вместе с большей частью юго-запада нынешней Украины называли «Дикое поле». По сути, это фронтир Восточной Европы, граничивший с тюркскими народами, кочевниками, а также Московией. Здесь, и в том числе на месте нынешнего Донецко-Луганского региона, силились самые свободолюбивые и бесстрашные люди, которые бежали от рабства и были готовы в любой момент защищать себя с оружием в руках. Иными словами, украинские казаки, ставшие первыми постоянными жителями Донбасса. Это они в конце 18 века основали поселки, из которых затем выросли главные города двух регионов – Донецк и Луганск. Немного позднее поселения стали центрами металлургической и угольной промышленности. Ей Донбасс – Донецкий угольный бассейн – и обязан своим названием. Однако Россия, вопреки своей исторической пропаганде, не имеет никакого отношения к индустриальной мощи Донбасса. Ведь ни в Российской империи, ни в пришедшем ей на смену Советском Союзе изначально не было технологий для добычи и переработки угля и металла в промышленных масштабах. С конца 18 века богатство Донбасса разрабатывали европейцы. Первый литейный завод и первую шахту в Луганской области создала команда шотландских инженеров во главе с британцем Чарльзом Гаскоином. Во второй половине 19 века нынешний Донецк носил название Юзовка в честь уэльского инженера Джона Юза, который основал здесь металлургический завод. Уголь на Донбассе добывали и британские, и французские, и бельгийские предприятия. Однако большевики после Октябрьского переворота просто отняли у западных инвесторов их заводы, создав при этом миф о советской промышленной мощи Донбасса. Но Донецк и Луганск — это не только и не столько промышленность. Они дали миру и Украине множество талантливых людей. В Макеевке родился Александр Ханжонков, один из пионеров европейского кинематографа и создатель первого в истории кукольного мультфильма. Это прекрасная люканида 1912 года, которая снята с помощью придуманной именно Ханжонковым технологии покадровой съемки. Также в Донецкой области родился всемирно известный композитор Сергей Прокофьев, оперный тенор мирового уровня Анатолий Соловьяненко, выходец из шахтерской семьи. Наконец, родина одного из главных поэтов и писателей современной Украины Сергея Жадана — Старобельск Луганской области. Причем большинство талантливых украинцев Донбасса российская культура во все времена стремилась присвоить себе. И нечто похожее произошло с самим регионом. В 20 веке Россия сделала все, чтобы стереть украинскую идентичность Донбасса. Его жители сильно пострадали от устроенного Иосифом Сталином Голодомора в начале 1930-х, а затем от его же массовых репрессий. Вместо украинцев на Донбасс систематически заселяли выходцев из российских регионов. После Второй мировой войны под предлогом скорейшего восстановления промышленности советские власти многократно усилили этот миграционный поток. Украинские историки считают, что как раз из пропаганды того времени об особенном значении шахтерских регионов для новой коммунистической империи вырос современный миф о российском Донбассе. Однако именно шахтерские забастовки в конце 1980-х подтолкнули Украину отделиться от разваливающегося СССР. Пусть Россия смогла оккупировать Донецк и Луганск военной силой, но силой исторической правды она ничего поделать не сможет. Ведь Донбасс — это Украина. Аня, а ты любишь головоломки, как люблю их я? Честно признаться, головоломки немножко не мое. Хотя я очень люблю собирать пазлы. Вот. Ну а кубик Рубика, например? О нет, это для меня высшая математика. Нет. Вот и для меня, особенно когда люди за считанные секунды его собирают. А вот герой нашего сюжета пошел дальше. При помощи кубика Рубика он составляет портреты звезд и известных украинцев. И этим помогает нашей армии. Давайте посмотрим, как ему это удается. Здравствуйте, ребята! Я буду показывать вам что-то. Посмотрите. Я могу поднимать его вот так. И он сладкий. Вот так украинский спидкубер, который известен на весь мир, удивляет свою трехмиллионную аудиторию. Александру Иванчаку 23. Но он уже достиг невероятных успехов в скоростной сборке кубика Рубика. Парень является неоднократным рекордсменом и чемпионом Украины в этом деле. А на чемпионате Европы в Польше от первого места Александра отделили доли секунды. На три сотых секунды. Даже не на три десятых, на три сотых. Вот это меньше щелчка. Намного меньше щелчка. Просто мгновение. И я занимаю второе место чемпионате Европы. После шести лет упорных тренировок уроженец Днепра переехал в столицу и попал в сборную команды по спидкубингу. Стал блогером и создает из кубика Рубика необычные портреты. Для портретов используется всего пять цветов. Зеленый не используется, потому что наша задача сделать 3D-эффект, чтобы было похоже. Берется фотография, я открываю какую-то программу по типу фотошопа на ноутбуке. Могу приблизить и посмотреть, какой пиксель больше всего похож на пиксель из кубика. Таким образом Саша подбирает цвета, потом выкладывает головоломки в определенном порядке и получается совершенно исключительный портрет. В одном таком может быть до четырех сотен кубиков. А начинал парень со сборки логотипов и мультяшных персонажей. Вдоволь напрактиковавшись, он взялся за более тяжелую работу и стал создавать портреты знаменитостей. В его коллекции можно увидеть звезд Голливуда, Леонардо Ди Каприо, Уилла Смита, Брэда Пита, Роберта Дауни-младшего и многих других. С началом полномасштабной войны России против Украины Саша остался в Киеве и стал собирать из кубиков портреты народных любимцев. Виталия Кима, Алексея Арестовича и, конечно же, Владимира Зеленского. Его видео собрали миллионы просмотров в соцсетях и таким образом парень привлек внимание мировой общественности к войне в Украине. И с помощью своих стримов начал собирать деньги для нужд ВСУ. Я подумал, что у меня сейчас есть ресурс, чтобы очень хорошо помочь, допустим, финансово. Я могу сейчас заработать на социальных сетях, помочь финансово. Сейчас на передовой воюет отец Александра. Именно для его подразделения блогер собрал первые средства. С отцом связался, он сказал, лучше у нас там броник один прострелили кому-то. Они оказались не очень хорошими. И давай лучше, наверное, пять штучек мы возьмем на эти деньги броников, а четыре тысячи оставшихся переведем семье погибших из нашего взвода. Блогеры, спортсмены, айтишники, дизайнеры сплотились в борьбе с российской агрессией. Все мы помогаем друг другу и нашим воинам. Каждый на своем месте. На сегодня это все. Сегодня утро дома провели для вас Юра Критенко и Аня Кузина. Нам с вами вместе было хорошо. Надеемся, и вам с нами тоже. А тем временем наша команда уже готовит новый выпуск. До встречи завтра. Пусть ваш день будет легким и красочным. Верьте в Украину. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!